Всем привет! Сегодня у нас, надеюсь, веселый подкаст с Тоней Флимп. Тоня Флимп иллюстраторка. Я обязательно оставлю ссылки на ее соцсети, если вы вдруг не знакомы. Наконец-то я стану популярной! Даже я уже не популярна. Не обольщайся. Мы создавали опросы, и я, и Тоня, и сейчас будем отвечать на ваши вопросы. Их там не так уж и много, но, надеюсь, мы что-нибудь выберем. Ты что-то отобрала? Блин, я на самом деле думала, что у нас получится плюс-минус веселый подкаст, потому что я как-то рассчитывала, что ржомба туда-сюда, чтобы потом блуперсов нарезать. Но проблема в том, что люди задают вопросы из разряда «Как вылеча от социофобии?» Типа, или «Как преодолеть депрессию?» Или «Как побороть страх выкладывать свои работы?» Ничего особо веселого отобрать не получилось. И для меня это просто так странно, что я вроде бы не психолог. Ну, то есть даже если у меня есть какие-то предположения по поводу того, как избавиться от социофобии, то есть мое мнение, оно некомпетентное. Я же не специалист, по факту получается. И понимаешь, никто не задал каких-то вопросов из разряда «Каким шампунем вы моете голову?» Ну, что-то такое. А ты бы хотела ответить на этот вопрос? Да нет, не очень. Шампунь, лошадиная сила, про это встроенная интеграция. Реклама. Реклама. Да нет, но типа, коль на то пошло, у нас, у меня, все, что я собрала вкупе, весь вопрос в основном заключается в том, что как найти мотивацию рисовать для себя. Ну, то есть, типа, люди спрашивают в основном вот про такие вещи, как не выгореть, как себя замотивировать и вот какие-то такие штуки. И вот мне интересно, что ты думаешь по этому поводу. Я потом тоже скажу мысли. Ой, ну, блин. Ты как Даша, у которой нет проблем с мотивацией, типа, а? Нет, это неправда, у меня тоже есть проблемы с мотивацией. Я, ну, очень сложно не выгорать, когда ты, когда ты работаешь. То есть, когда рисование, это твоя работа. Но это практически невозможно, потому что в какой-то момент это все равно превращается в рутину. Потому что я, например, начинала как с хобби, да, но потом у тебя какие-то обязанности появляются. И в любом случае ты в какой-то момент просто устаешь, потому что уже есть вот это слово «надо». Ну, а мне кажется, что у тебя в целом деятельность такая, что ты очень много же там вот всякие пробуешь штуки, там, свечки, украшения, вот прочее такое. Ну, то есть, поэтому у тебя, наверное, как бы нет как прям такого какого-то жесткого рисования. То есть, ты просто с одной деятельностью на другую переключаешься и все. Да, да. Меня это сбасает очень сильно. Ну, а с другой стороны, можно ли вот так до бесконечности переключаться? То есть, не теряешь ли ты в какой-то момент, ну, типа, знаешь, цель, ну, вот этого всего? Ну, я не знаю, как это объяснить, но что, типа, ты вроде там чуть-чуть позанималась, здесь чуть-чуть позанималась, этим поувлекалась. И в какой-то момент ты же можешь совсем от рисования отойти, например. Могу, но не планирую. Я думаю, что все будет нормально в этом плане. И, ну, я чувствую, как я отдыхаю. То есть, когда я беру вот этот перерыв, у меня пошли сначала украшения, эпоксидка, потом свечи, потом, наоборот, мыло, потом свечи. И там наверняка появится что-нибудь еще. И для меня это действительно есть такое спасение от рисования, чтобы я могла соскучиться по этому банально. И я чувствую, что я там неделю могу не рисовать, я потом только раз, ой, а мне очень хочется. И я прям желанием сажусь и рисую. Ну, не знаю, у меня это так происходит. Может быть, когда-нибудь я совсем заброшу рисование. Страшно это представить. Потому что все-таки я... Произойдет падение Рима в этот момент. Я все-таки позиционирую себя как художник в первую очередь. Может быть, я, опять же, стану рисовать еще меньше. Такое может быть. Но чтобы я совсем перестала рисовать, я думаю, такого не будет. Ну, вот у меня с этим как-то, как вот сказать. Вот я вроде устраиваю перерыв от рисования. Но возвращаюсь через неделю, открываю условный скетчбук. И понимаю, что, ну, я не могу этого сделать. То есть я прям, знаешь, я могу вот прям сесть утром, открыть перед собой скетчбук. И до самой ночи сидеть с этим открытым скетчбуком, простите, пожалуйста. С этим вот открытым скетчбуком и ничего там не нарисовать. И вот так вот сижу такая, типа, о, шо делать, помогите. И для меня это прям стало проблемой. При этом я в целом, мне нравится монтаж. То есть я вообще, моя любимая часть создания видео, да, если не говорить про рисование, именно проведение блога, это запись звука. Потому что я могу там говорить, 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 говорить. Знаешь, там видео на 15 минут, говорила на полтора часа. Потом сижу нарезаю, такая, зачем я это говорю? Зачем столько воды, Тоня? Вот, и при этом у меня практически никогда нет какого-то сценария. Но я понимаю, что прежде чем мне записать звуковую дорожку, надо хотя бы что-то под это нарисовать. А работы на видео, они всегда, ну, такие, знаешь, типа, вымученные. То есть вот они специальные. Они не слишком сложные и простые, потому что... Ну, это просто неудобно. То есть у тебя есть какое-то время, которое ты можешь записывать вот этот вот процесс. И тебе надо в это время вписаться. Если ты будешь рисовать что-то прям масштабное, у тебя вот этот период, запись видео сильно растянется. А это не всегда, не всегда полезно, потому что очень сильно откладываются сроки. И на фоне вот этого, что ты как бы не можешь себя проявить в какой-то степени, ты начинаешь выгорать. И вот я прям на данный момент, я прям, ну, сильно выгорела. Особенно я начала выгорать, когда начались вся вот эта история, типа, с обнаженкой, что она везде начала блокироваться. И я перестала это рисовать. И у меня прям, знаешь, я прям вот так вот сжалась и думаю, а что теперь делать-то? Как жить? Что, как вот сиськи не нарисуешь, а что еще я буду рисовать? Да, да, типа, ну, мужские сиськи рисовать мне не так интересно и женские, хотя их не банят. И это самое смешное, потому что, знаешь, у меня там есть иллюстрация с голым мальчиком в Инстаграме. Ты ее открываешь, как бы, и она спокойно открывается. А когда я открываю иллюстрацию с голой девушкой, она вот так грузится, 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 грузится. И я такая, так, что за сексизм? Я не поняла. Короче, это я все к чему. Такая долгая беседа. Я как-то раз читала какую-то книгу по психологии, и там человек говорил, что, типа, ищите, типа, ресурс в том, что вы делаете. Что, типа, используйте термин «не надо», а, типа, «я хочу». Ну, вот, типа, «я хочу снять видео для того, для того». И, типа, чтобы вот эта, как бы, конечная цель вас мотивировала. Но я такая думаю, ну, это же странный совет, потому что меня конечная цель никогда не мотивирует. То есть, она для меня такая, типа, знаешь, ну, когда-нибудь я к ней приду. Как приду, так и получится. То есть, у меня нет такой «да, сейчас я все сниму, как приду к этой цели». Вот у меня вот этого говна нет. И поэтому для меня все вот эти советы из разряда «ищите ресурс в том, что вам нравится», они не работают, потому что я кайфую в первую очередь от самого процесса. Ну, когда процесс перестает приносить удовольствие, ну, как бы все. То есть, никакая цель тебя уже не мотивирует, и сложно переключаться. Поэтому сейчас я даже не знаю, вот что вот я. Ну, кроме рисования, я там занимаюсь макияжами, сейчас хочу заниматься ноготочками, да, там. Еще, ну, что я еще? Пытаюсь писать фанфики, но это тоже такое, типа. О-о-о! А, блин, ты будешь гет писать, это не в эту касту. Это неинтересно, да? Это не в эту касту. Это не в вашем сообществе. Это все мимо, да. У нас такое не одобряют. У нас еще и непопулярный жанр, гетеросексуальные отношения, да. Все это не очень, очень, все это не очень котируется в фанфикческом сообществе, поэтому. Поэтому мне даже это выложить некуда, потому что, ну, типа. Все такие, фу, гет! О, боже мой, там что, женщина с мужчиной? Нет! Что там дальше? Да. А мы продолжаем эту тему, или... Ну, нет, можно. Ну, в целом, я уже все сказала. То есть вот просто проблема в том, что на этот вопрос по поводу выгорания сложно отвечать. И каждый... Вот еще в чем проблема, что мне постоянно задают этот вопрос. И мне кажется, что я уже в каждом видео на него отвечаю. Вот прям в каждом видео у меня мельком проскальзывает тема выгорания. И я не знаю, как ответить. То есть это очевидно, то, что я говорю, людям не помогает. Да и мне не помогает. Чего уж там смеяться. И это и получается проблема, что по факту без помощи специалистов ты как бы никуда. То есть все эти советы из интернета, они как бы, ну... Конечно, кому-то, может быть, и помогут, но в большинстве своем, скорее всего, нет. То есть это просто будет... Просто будет, типа, знаешь, как это называется? Типа, вертешь в трубу. Песок в глаза, короче. Веселые аналогии с Антониной Флимп. Потому что это слишком... Потому что это очень универсально. Это каждый должен найти... Себе подобрать, чтобы для него работать. Да, себе подобрать, что работает. И у некоторых на это пол жизни уходит. Чего уж. То есть человек, бывает, метается и не знает вообще, что он хочет. У него нет целей, потому что у него нет никаких мотиваций. Он ничего не понимает, а потом раз и что-то происходит. Ну, то есть это... Реально нет никакого ответа и рецепта на этот вопрос. Ну, да. То есть вот еще проблема в том, что, типа, вот эти советы, как у тебя, да, например, что надо переключаться на другую деятельность. Когда я в выгорании, я ничего делать не могу. То есть я целыми днями прокрастинирую. И для меня в целом сложно переключиться на какую-то деятельность, потому что я ничего не хочу. То есть я не чувствую удовлетворения в своей основной деятельности. И на другую я переключиться не могу, потому что... Ну, я не хочу этим заниматься. И вот, и все, и все, и все, все вот эти советы из разряда «попробуйте что-нибудь другое», они для меня вот тоже как пустота звучат, потому что я не хочу ничего пробовать. И заставлять себя не собираюсь, потому что я и так себя заставляю. Мне тяжело. Мне тяжело утром-то просыпаться, а вы мне тут говорите «пойдите чем-то займитесь», я вас умоляю. Ну вот я очень боюсь прокрастинации, и, наверное, как раз-таки для меня это спасение, именно переключаться на что-то другое, потому что я очень боюсь впадать в это состояние. Оно же засасывает, причем так, тотально. И я когда в прокрастинации, я просто, знаешь, если я несколько дней не буду ничем занята, и буду просто отдыхать, допустим, и типа удовольствоваться жизнью, а просто суицпусть через три дня. Мне надо срочно чем-то заняться, нести за что-то ответственность, быть чем-то занятой, чтобы мои мозги работали, и что-то там, короче, происходило. Иначе ты выбываешь из икры буквально. Да, иначе я буквально выбываю из игры. Давно хочу научиться рисовать. С чего начать? Подойдут ли для этого туториалы и упражнения? Аниме. Мы все выросли на аниме. Мы все начались с аниме. Ну да, типа, я тоже помню. Полезно. Я начала рисовать, когда вот активно рисовать. Ну, как бы рисовать-то я начала еще с детства, то есть мне это начало нравиться. Но типа, знаешь, там рисовать лаком для ногтей по стенам, это, наверное, не считается. Но типа, сам факт, что вот прям сильно меня как-то озарило, когда вот я Севермун увидела. И там было это все так ярко, красиво. Я такая, о боже мой, это что, мир недепрессивной анимации? Как тебе сейчас? Сейчас советская анимация, она такая. Советский ежик в тумане. Да, да, да. Крепота. А Севермун, Покемоны, это было прям вообще что-то, я помню, что я сидела. И если, я еще помню, что если вдруг по каким-то причинам ТНТ не работал в то время, когда показывали Севермун, у меня прям истерика начиналась. И мама прям ходила и такая, ой, типа, и китайские мультики, вон до чего тебя доводят. Истеричка. Я такая, ну мам, я хочу хоть немножко отдохнуть от этой серости, которая меня окружает. Жизнь в Иркутске в минус 50. Ну у нас нет таких температур. Это слишком. Ну у нас, типа, ну там максимум минус 39, это прям рекорд. Вот так. 25-30 вот так стабильно. Ну ладно, слава богу, а то я думала, что у вас там совсем уж все плохо. Это тебе в Якутск, вот там минус 50 зимой вообще по порядку еще. Блин, вот это кайф. Зато хотя бы снег есть. У нас сейчас плюс 16 градусов, солнышко светит. Пипец, декабрь. В смысле, декабрь вообще-то? Плюс 16. Я вчера вышла за посылкой в пункт выдачи, и я пошла без куртки вот так. И я такая, ну просто май месяц. Птички поют, травка растет, раскрываются эти почки на деревьях. Да, ну как они там называются? Почки, да? Ты живешь и не понимаешь, что нынче зима или весна. Да, да, да. С другой стороны, у вас лето, песец. Но сильно жарко, мне кажется, еще и дожди у вас там вот эти страшные, что там у вас полуулица смыла. То засуха, то дожди. Да, либо засуха тотальная, либо тропические ливни. Вот, что-то одно из этого. А что мы обсуждаем вообще погоду? Ну это все, конечно, шутки-прибаутки, хотя, возможно, и нет, потому что многие действительно начинают с аниме. Вопрос-то был серьезный про туториалы. Я вообще почему про аниме вспомнила? Потому что я тоже в какой-то момент в детстве рисовала аниме. Ну как рисовала? Я его срисовывала. И вот когда вы еще ребенок... Да, когда вы еще ребенок, это классно, потому что аниме очень понятное. Мне кажется, там очень классные простые линии, это 2D изображение, оно красочное, там всякие милые тяночки. То есть очень прикольно брать каких-то персонажей и перерисовывать их. Это может как-то развивать ваш глазомер. И это неправда, что там типа вот аниме вам ничего не даст, даст еще как даст. Если вы будете срисовывать, если вы будете анализировать картинку, смотреть, а что там, а как там сделано. Там цветовая палитра опять же, да, какая-нибудь красивая. Это в любом случае поможет. Прости, что перебиваю. В аниме классное, вот что мне больше всего нравится, это четкое разграничение между светом и тень. Там всегда тень падает четким, понятным, типа, ну, как сказать, формой четкой, понятной. И всегда при нужном освещении. То есть я вот сколько раз не смотрела, для меня это всегда было, типа, думаю, ну как вот они сидят, вот это рисуют. И не запутываются в том, когда, в какой момент надо, знаешь, нарисовать тень. И это мне очень, кстати, помогло. Это очень сильно помогает в понимании объема. То есть как это, типа, как тень работает, как она падает на предмет. Вот, мне кажется, что это прям очень, как сказать... Мне кажется, что аниме в этом плане меня очень сильно научило. Потому что, когда я уже пришла в колледж и начала учиться, мне сразу сказали, что у меня хорошо с анатомией, что я ее хорошо понимаю. И хорошо с формой, что я форму хорошо понимаю. Я думаю, что это из-за аниме. Вот. Как бы мне кажется, что только из-за этого. Да, а еще в аниме классная динамика. И одежду круто учиться рисовать. Всякие рюши, складочки, там, всякие вот эти юбки девчачьи, там, и всякое такое. Короче, прикольно очень выглядит это все. Ну, а туториалы, ну, я не знаю, да любые туториалы берите. То, что вас вдохновляет, то, что вы хотите, то, что вы смотрите и такие, о, мне нравится это. Ну, если вам нравится результат этого туториала, то садитесь и... Ну, то есть, если вам не нравится это, то зачем прислушиваться к этому туториалу? Они же разные бывают, и у каждого художника свой какой-то подход, и разному учат, разные техники и так далее. Просто думайте о том, что вам нравится. Мне нравится вот это, хочу научиться. И просто ищите туториалы именно в этой сфере, и все, мне кажется. Короче, есть такая проблема, что вот я раньше тоже думала, что да зачем учиться? Да, это все есть в интернете, но суть в том, что... Говна полно, там не разберешься. Да, 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 да. И не каждый человек способен в целом на самообучение. То есть, человеку нужно, чтобы вот тут вот над тобой стоял дяденька или тетенька, который тебе скажет, что вот это неправильно, вот это неправильно, вот это подтяни. И объяснить тебе. А когда ты сам учишься, ты смотришь эти туториалы, еще очень много низкокачественных туториалов или много туториалов, где какой-нибудь дядечка-академист сидит и полтора часа льет воду. И в конце там показывает строение носа, например. Помнишь этот мем, где типа... Прости, перебила тебя. Мем, где типа рисуем овечку, типа мордочка, двоглазика, и потом вуаля, типа шедевры. Вся остальная официана. Такие типа живопись, да. Все просто. Как совой еще было. Как нарисовать сову. Типа нарисуйте туловка и голову, а потом все остальное. Да. Хорошо. Ну и в этом проблема, что в интернете очень много особенно туториалов любят записывать сами же люди, которые только учатся. Я не знаю, зачем они это делают. Я понимаю, когда они там пишут вот эти, ну там советы какие-то, да. Как там планировать время и все остальное. Как правильно учиться, как усваивать информацию. Хорошо, да. Как хорошо учиться, кроме вот самого вот сейчас человека в процессе, тебе об этом больше никто не расскажет по факту. Но когда они начинают сами записывать туториалы по построению головы и всего остального, и они делают так много ошибок, и люди их смотрят, совершают эти же ошибки. Ну, в этом проблема, что, казалось бы, да, в интернете есть все, и туториалов очень много, но я вот сейчас, наверное, я отдаю приоритет, наверное, все-таки хотя бы каким-то курсам. Ну, хотя бы каким-то вот, хотя бы каким-то курсам, которые есть там в свободном доступе, или если вы можете позволить себе какие-то самые недорогие. Ну, или искать упражнения какие-то более классические, потому что... Очень много упражнений, они рассчитаны не на новичков, скажем так. То есть они уже насчитаны на людей, которые вот чего-то умеют. Типа, да, там рисование рук каждый день. Но ты пока эту руку простроить не научишься, тебя в целом, тебе без разницы. Хоть ты зарисуйся, ты не будешь понимать, как это рисуется. И в этом и проблема. Ну, и еще, мне кажется, что во многом помогает свое личное тело. Ну, как-то вот, не знаю, там... Мне иногда бывает проще сделать фотку какой-то позы, или там жест руки, и по ней работать. Но опять же, чтобы рисовать фотографии, надо понимать, как это устроено. Да, да, конечно. Все равно. Вот это вот косточки. Мне кажется, вот у нас был курс пластической анатомии. Это было очень важной штуки. Мы прямо раздевали скелет. Вот, типа, кожа. Ну, в смысле, не буквально раздевали. У нас поэтапно было. Хотя, блин, жаль, что... Это было бы, если бы я была патологоанатомом. Вот. Мы раздевали скелет. То есть, понятное дело, что на живописи и на рисунке мы рисовали с натуры человека. Тут все понятно. Кожа, как все это выглядит, да? А что там под кожей, непонятно, как что устроено. И пластическая анатомия, она как раз-таки показывает, где какие мышцы, сухожилья у человека. И дальше, дальше, дальше до самого скелета. Сколько косточек, как они гнутся, как они выглядят. И у нас были все эти модели. И мы их рисовали, простраивали. Это было очень круто. Я до сих пор помню, там, где какая косточка расположена. И как-то оно в память забилось. И все. И я уже, там, если рука нарисована неестественная, я это понимаю. Я думаю, так, что-то здесь не так. Вот. Это как этот... Правда, я это не использую в своих рисунках. Вот. Ну, у меня эти звали, и ладно. Это знаешь, как у тебя рисунок кривой. Я знаю. Я знаю. Это я. Еще, я вспоминаю сразу мем с вот этой вот, знаешь, типа, раскачанной собакой. Ну, когда вот этот вот мем про собаку, когда она, типа, там... Когда она такая, типа, нуб, потом попрофессиональнее, потом профессионал такая накачанная собака. Да. Можно, можно по, на самом деле, по вот этой накачанной собаке увидеть, насколько человек не разбирается в анатомии. Потому что вот эти вот характерные, вот эти вот кубики, которые просто квадратики, бицепсы вот так вот просто такие круглые, знаешь, типа, два шарика. Это вот, опять же, все из того, что, ну, если ты учишь пластическую анатомию, ты учишь и мышечный каркас. И, соответственно, ты уже как бы интуитивно понимаешь, где какая мышца идет, за что она отвечает, какую форму она имеет на теле. И, типа, что с чем связано, что ты, знаешь, там, не нарисуешь грудь где-нибудь вот здесь. Типа, знаешь, у тебя шея, и сразу грудь началась. Нет, тут же еще вот этот вот пояс весь плечевой туда-сюда. И поэтому важно вот эту пластическую анатомию тоже изучать для того, чтобы как раз понимать, как вот все мышцы строятся. Хотя это вообще, конечно, не про меня, потому что мужчины для меня это прям что-то страшное в плане рисования. Вот эти дура... Я люблю рисовать качков, и вот эти вот дурацкие вот эти вот мышцы, вот эти квадратные титики, вот эти вот руки, вот это вот все плечи, я такая, извините. Вообще согласна. Мужики какие-то уродцы, вообще согласна. Нет, ну не уродцы, но как-то, знаешь, женщины, они более круглые, более обтекаемые, ну как-то вот их проще, да, рисовать. А мужчины, они такие вот такие вот все. Ну то есть я как бы могу мужчину адекватно нарисовать только ниже пояса, потому что, ну из-за, грубо говоря, своей основной особенности, что я рисую там всякие пронушные артики, я как бы знаю, как выглядит мужчина ниже пояса, но все то, что сверху, оно мне как бы недоступно, ты знаешь, такое просто размытое пятно. Что там? Наверное, что-то еще там есть, но одному господу известно что. Типа, да, вот такой в облаках, просто вот так. Все что угодно может появляться. Собака вот эта, мускулистая из мема. Мне кажется, что мы с тобой вообще не отвечаем на вопросы, мы так много воды. Да, мы просто ржем с мемом почему-то. Так, все, 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 забрались, забрались. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Вы хорошо покушали? Что, кипец какой-то? Судя по нашим щекам, мы очень хорошо покушали. Я уже как полтора года хорошо ела. Есть ли ограничения, когда рисуешь иллюстрации? Мне кажется, Тоня, у тебя никаких ограничений нет. В смысле нет? А как же правила сообщества на YouTube? А как же правила Инстаграма? В смысле никаких ограничений нет? Ну, Тонь, знаешь, то, что рисуешь ты, вот такие правила доступны на других сайтах, не в тех соцсетях, которые ты описала. Ну, я как бы просто выкладываю все, что вот я такое рисую, в телегу. И суть в том, что даже телегам не показывает это. Ну, то есть она такая, типа, данный канал не отображается за распространение порнографии. Я такая, что? И мне так обидно. Ну, типа, понятно, что ты просто, как бы, в настройках телеграма, там, меняешь себе, что, типа, тебе есть 18, ты можешь это смотреть, и все тебе отображается. Но люди мне каждый день пишут, а вы знаете, что ваш канал заблокировали? Типа, в телеграме я такая, он не заблокирован. И каждый раз пишут этот копипаст о том, как исправить эту ситуацию. И меня прям вообще это уже начинает... Блин, это несправедливо. Это же искусство, что им надо? Я просто не понимаю, в чем проблема сделать огромную кнопку. Заходя сюда, вы подтверждаете, что вам 18. Да, все. Точно то же самое касается инстаграма. Инстаграма, он же вообще удаляет весь этот контент. Ну, то есть, вот, ну, как удаляет весь этот контент? Он очень избирательный, паскуда. Он вот что хочет, то и удаляет. При этом всякие там куча... Вот этих, знаешь, фотки девушек в инстаграме, в прозрачных маечках, где вообще-то все видно, но инстаграм такой, ну, она же одетая. Ну, как бы, что такого? Ну, да. Ну, как бы, что такого? Вот. И инстаграм, прямо откровенный контент инстаграм в основном блокирует. Но я не раз наталкивалась на аккаунты, где прям откровенные, знаешь, типа, мемы. То есть, там как бы натуралистично все, то есть, там реальные люди, не нарисованные даже. И мне от этого так обидно. И я не понимаю, в чем проблема инстаграма сделать просто, вот ты, например, тебе нет 18, ты листаешь свою ленту, и посты, которые 18+, они у тебя будут просто заблюренные в ленте. Зачем удалять? Ну, то есть, как будто вы в инстаграме сидят одни дети, да вообще в соцсетях. Да, дети все равно... Да, потому что инстаграм 14+. Да, и дети все равно знают все сайты, на которые ты можешь пойти, это спокойно посмотреть, даже не говоря о том, что тебе нет 18. Но в инстаграме нет family friendly, извините, но помню мемы, пожалуйста. Это вообще, что... Я помню, был вот этот вот флешмоб в инстаграме, когда девушки рисовали себе синяки, но он был связан, типа, с домашним насилием, и выкладывали фотки. Никого что-то не забанили. Ну, то есть, как бы, почему... Ну, так это же совсем другая история. Ну, а почему, ну, то есть, как бы, видимо, значит, модератор или искусственный интеллект инстаграма разбирается, где пропаганда, а где нет. Ну, то есть, как бы... Ты знаешь, у меня есть подозрение, что это может быть из-за жалоб. То есть, большое количество людей, вполне возможно, пожаловались на эту картинку. Что, опять же, довольно-таки... Я просто не представляю. Я про то, что кто, кто эти люди. Я себе плохо представляю, чтобы какой-то человек зашел к тебе в инстаграм и такой, бля, вампиры, заблокировать. Заблокировать. Кровососы, кровопийцы, нечисть. Сейчас покажу тебе. Вот смотри, сначала у меня выходило... Сейчас, сейчас, сейчас. Сначала у меня был вот этот рисунок, который в реалистичности... Сейчас окно тебе отсвечивает. Это мальчик, реалистичный мальчик, весь в крови. Это мальчик из сериала, и он буквально весь. Все отлично. Инстаграм этот пост продвигал. Он такой... Почти 23 тысячи лайков. Да, почти 23 тысячи лайков. Все окей. И следом выходит работа... Ах, да, я ее не покажу, потому что она снесена. Но я ее здесь где-нибудь вставлю. И вот он считает, что вот предыдущее фото, это все окей. Оно не жестокое, ну, все нормально. А вот второй пост, это все. Жестокость, это надо срочно снести, пожаловаться на это. Потому что это жестокость. Это пропаганда жестокости и насилия. А как же тогда, не знаю, косплеи на сумерки, там, что-то такое? Ну, то есть... Как вообще в целом жить вот этим вампирским фандомом в Инстаграме? Вообще никак не жить, получается. Ну, это странно. При этом я как бы... Я подписана на художников в Инстаграме, которые рисуют прям, ну, жесткие арты. То есть там прям и зомби, и мясо, и мозги. И по-разному нарисованы. И реалистично, и... Как это? Это стилизовано, и все остальное. Ну, что-то никого не блокируют, никому не сносят. Ну, то есть... Ну, это... Может, сносят, мы просто не замечаем. Часть работ там могут сносить. Ну, я помню, что я была подписана на аккаунт... До сих пор подписана девочке, которая делает скульптуры с обнаженной натурой. И там прям скульптуры, ну, такого недвухсмысленного содержания. Они даже имеют какой-то садистский подтекст. Ну, в отношении мужчин, правда, но как бы, неважно. Ну, вот поэтому это все и одобряется. Типа, а, ну, ладно. Если бы там что-то с женщинами, то забанили бы сразу. А если бы мужчины, то черт с ними. Все равно. Суть в том, что ее как раз, ее аккаунт в какой-то момент она это все выкладывала спокойно. И, ну, это скульптура, то есть это не что-то настоящее. Но она их делает довольно реалистичными. Но, опять же, они вот такого типа маленького размерчика, знаешь, такие сантиметров 10-15. И в какой-то момент Инстаграм начал прям поголовно удалять ее работы. А там вроде как три удаления, и твой аккаунт удаляют. Серьезно? Да. Серьезно? Да, если три раза удаляет твою работу, удаляет твой аккаунт в Инстаграме вообще. Ну, ты, конечно, можешь попытаться его восстановить? У меня снесли уже две работы. Ну, у меня пока только одну снесли. Ну, все, как бы хана. Если мне сейчас одну работу снесут... Если мне снесут одну работу мой Инстаграм, с которым я живу уже лет 7, в котором столько всего, это все умрет? Это так кончено! Это ужасно! И несправедливо! Что я буду делать? Ну... Отвратительно! Внимание! Довели Дашу до слез смотреть онлайн без регистрации. Да блин, это ужасно, реально. Ну, какого хера? Это же искусство! А где этот Иван Грозный своего сына убивает? Сидеть весь с этим вот лицом. А где этот, как его, Врубеля? Или нет, подожди, не Врубеля, как его, демон пожирающий ребенка этого, тоже, по-моему, сына своего. Они там их пайту едят. Ну, вот этот. Вот этот страшный. Он его на части разрывает. То есть это в галерее висит, это нормально. Это искусство. Никто не удалил еще. Я, на самом деле, не понимаю вообще, зачем вот это надо, потому что, как я уже сказала, дети, все, что им надо увидеть, они это увидят. И когда ты рисуешь картинку, которая связана с какими-то жестокими штуками, это не означает, что ты пропагандируешь, чтобы все так делали. Это даже не означает, что ты сам любишь это. Это просто как некое выражение, ну, твоей фантазии. Ну, да, у тебя такие мрачные фантазии, но это не означает, что ты конченый. Ну, то есть, как бы, это как, знаешь, типа, все думают, что вот если я рисую обнаженных девушек, значит, я извращенка еще та. Короче, все ясно. Мы твои арты будем ждать только в Даркнете. Вот, все. Больше книг... Их только через Тор можно будет скачать архивом. Закладку делать, закладку делать. То есть, типа, можете ходить по Питеру и скачать вместо, типа, наркотиков, закладки, арты. А там арт распечатанный такой, раскрываешь, а там сети. Вот такие. Сам себя не ограничиваешь, на тебя просто ограничивают соцсети, которые такие, типа, пошла ты нахер. Вот это все, это пропаганда всего подряд. Чего мы захотим, того и пропаганда. Мы тут просто веселись и решили, что это не может существовать. До свидания. Мне кажется, что важной темой будет обсудить случаи с художественными магазинами и их взаимодействие с арт-блогерами. Это очень, очень щекотливая тема. Сейчас кто-то всполыхнет. Тебе есть что сказать на эту тему? Можем ее пропустить? Да, я на самом деле особо. Я помню только случай с передвижником, когда мы с Владой ходили, и там был этот странный чел. Но, типа, в целом... Ну, вопрос, наверное, в сотрудничестве, что многие магазины предлагают только бартер и не хотят платить за рекламу. Наверное, вопрос только в этом. И иногда некоторые магазины, ну, или не магазины, а некоторые бренды позволяют себе вести себя очень по-хамски к блогерам, называть их посредственностями, если ты помнишь. Да, да, да. Нет, нет ничего хуже, чем посредственно художник с аудиторией. Да, это такой один бренд, очень популярный, ответил на обзоры, грубо говоря, на тестирование их материалов наших художников на арт-ьютубе. Вот, и назвал нас посредственными, что, типа, вот там где-то настоящие художники, а вот на ютубах этих ваших... С 300 подписчиками в инстаграме, вот они-то разбираются, а мы пришли по хайпу. Да, они разбираются, а мы все посредственные. Да, ну, других-то, как ты сказала, других на ютуб и не берут, типа... Да, да. Ну, и сам факт, что потом еще вот этот амбассадор этого бренда в своем инстаграме писал, что, типа, мы уже разобрались, что на самом деле проблема не в качестве красок, а в некомпетентности тех, кто ими пользуется. Мы такие, хорошо, хорошо, мы поняли эту информацию, усвоили. А у тебя нет таких случаев с магазинами или с сотрудничеством с каким-то? Ну, вот прям, ну, чтобы тебя пробомбило. Не обязательно там назвать бренды или еще что-то? У меня один раз было, я уже про это рассказывала, по-моему, на подкасте с Аней идет в стиле, про Liquitex, вернее, не про Liquitex, не про бренд сам, а про то, как мне прислали, как это называется, посредник, который предоставляет у нас Liquitex, вот. И они мне прислали краски, которые были засохшие, и я по-честному об этом рассказала. А мне потом написали, типа, удаляй при мне. Ну, типа, я такая, чего? А они такие, вот, вот, типа, да, удоли. А я такая, нет, я не буду удалять, мы с вами не договаривались, я не обязана хвалить то, что мне не понравилось там, ну и так далее. Ну, в общем, был такой инцидент, который меня просто взбесил, когда мне просто такие, ну, мне понравилось, давайте переделываем. Я такая, чего? В смысле, а вы мне заплатили? Мы с вами какой-то договор, может быть, подписывали или что? Да даже если вы не заплатили договор, я что, эти краски воскрешу, типа? Я такая, смотрите, они очень жидкие, и вот так стучу ими об стол, да, и они вот так рассыпаются. Я такая, смотрите, просто потрясающие жидкие краски, все работает. Ну, вообще, конечно, я вижу смысл в том, что можно было бы, например, реально написать представителю и сказать, что, типа, вы знаете, краски говеные пришли, можете прислать мне другие. Ну, то есть, тут как бы можно было найти решение, но, опять же, как сам бренд себя повел, это тоже очень странно, потому что, опять же, можно было написать, извиниться за то, что попался брак, ну, и вот такие вещи. Ну, то есть, как бы это обычная работа менеджера. А такое отношение, типа, нам не нравится, удаляйте, да вы мне кто? Я извиняюсь. Ну, вы как бы... Ну, я так и сказала. Вы сами следите за сроками, значит, своей продукции, которую вы присылаете. Потому что нередко бывает, когда, знаешь, блогерам шлют остатки со склада, которые там лежат, вообще не понятно сколько. Да, никому не нужны. Удивляться тому, что... Ну, тем более, прислали, по-моему, самую вот эту простецкую их линейку. Да, бейсик. Ну, она сама по себе говеная, поэтому... Неудивительно. Ну, короче, неважно, слишком много им чести. И это было 300 лет назад. Следующий вопрос. Как успеть нарисовать все, что есть у тебя в голове, и при этом не забыть картинку? Что? Как успеть нарисовать? Ну, вот ты себе представила, ты что-то себе представила, вот как не забыть, что ты представила, и потом нарисовать это? Это как я поняла этот вопрос. Да, мне бы самой хотелось бы знать. Потому что у меня столько идей, которых вообще не реализовано. Но их слишком много. Я не могу физически нарисовать их и запомнить их всех. Иногда что-то в мозгах всплывает, но оно уже может быть... Сиськи, например. Да, да. Что еще у тебя может всплывать? И мужчины ниже пояса теперь. И мужчины ниже пояса. Больше ничего. Ну-ну. Мозг Антонины выглядит как мозг у акулы. Ты знаешь, мозг у акулы похож на эту... На женскую половую систему, короче. Да? У акулы особенной формы мозга. Мозг Y-образный. Но как бы, если прикладывать эту фотку, вот знаешь, типа, женской половой системы и мозга акулы, фактически одно и то же. Мой мозг, видимо, выглядит так же. Нет, у тебя два мозга как сиськи, вот так. У тебя полушарии не вот так скрепляются в шар, а типа вот так, как два силиконовых вот этих импланта. Главное, такие, знаешь, гладенькие вот такие. Да-да-да-да. Мозг, он же такой выглядит, как паштет в банке. Да, левое и правое полушария. Все правильно. Как ты представляешь свою жизнь... Как ты представляла свою жизнь в детстве? Думала ли ты о том, что сейчас будешь делать то, что делаешь? Думала ли ты об этом в своем детстве? А как ты себе вообще с детства свою жизнь представляла? Я не знаю. Странные вопросы я не особо помню, но я помню, что в детстве я хотела быть сначала космонавтом, потом я хотела быть балериной, а потом я активно рисовала и всю жизнь я мечтала о том, что я стану художником, мультипликатором, чем-то таким. То есть я как бы с самого детства знала, чем я буду заниматься в своей жизни, условно. Из этого вырос типа блок, ну как бы, ну хорошо. Хорошо. Дальше вот сейчас там, когда мне уже почти 30 лет, вот не знаю, я себе плохо сейчас вообще что-то представляю, потому что я угнетена нынешней обстановкой. И у меня прям сейчас вот нет особо никаких, мне кажется, прям серьезных каких-то мечт и желаний. Слезу надо пустить вот так. Грустные клавиши на фоне здесь подставлены. Да-да-да. И я не знаю, потому что у меня такое ощущение, что я уже как будто бы всего добилась, но из этого особо ничего хорошего не вышло, и дальше уже как бы ничего там. Типа, знаешь, ты как идущие к реке. Я в этой жизни уже все познала. Мне здесь уже все понятно. Ты что-то не говоришь об этом своем низленном, а я прожил на 13 триллионах планет. Таких же, как эти. Мне реально казалось, что я себе вообще так свою жизнь не представляла, вот как сейчас. Вот просто не представляла. Я думала, что моя жизнь будет максимально вот обычная, классическая, неинтересная. Я всегда любила рисовать, но я никогда не думала, что я буду профессионально этим заниматься. У меня как бы и стремлений таких особо не было до там моих 15 лет. Вот. И поэтому для меня самой это удивительно. Я думала, что я как все. Можно. Можно, да. Мне интересно, что ты подразумеваешь под, типа, скучной жизнью. Ну, типа, что вот это вот для тебя, что это значит? Вернее, не скучная, скорее, а классическая, которая, типа, ну, все от тебя ожидают, да. Ну, что, ты пойдешь в университет, закончишь университет, а потом найдешь себе бойфренд, а у вас будет любовь-морковь. Потом вы поженитесь, потом у вас родятся дети, потом вы возьмете квартиру в ипотеку. Ну, вот это все, ну, типа, как у всех, вот это, знаешь, вот классика, да. И я думала, что у меня будет все так. И, знаешь, есть мем в ТикТоке, типа, вот этой жизни я боюсь. А я никогда в жизни этой жизни не боялась. Я всегда думала, что это норма, это окей, я этого хочу, и со мной так будет. Потому что я обычная, типа, и у меня желания очень такие посредственные. То есть у меня никогда не было, что, о, хочу быть иллюстратором или разбогатеть. То есть для меня это просто, то, что сейчас у меня есть такие желания, для меня само это сюрприз. Даша хочет быть мамой троих детей. Хочу быть мамой троих детей. Да, ну, то есть в детстве я и думала, что так оно и будет. У меня вообще не было других даже вариантов. Я думала, что вот так оно все и будет. Да, я закончу университет, я выйду замуж. Причем довольно рано, там, года в 22, в 23. Вот я уже два года замужем, как должна быть, там, в 25 у меня будет ребенок. Я себе это так все планировала. И я думала, нормально, у меня все так и будет, супер, я согласна. И жизнь такая, привет! Хочешь, чтобы тебя чморили в интернетах? Рисовать уродца? Вот, держи. Мне кажется, что, знаешь, типа, судьба, она такая, как бы, вот, все, скорее, наоборот, хотят, там, знаешь, реализоваться, стать богатыми. И желательно стать богатыми с нифига, ничего не делая. И жизнью такая, нет, соси бебру. То есть, работай, вкалывай, пахай. Типа, ну, условно, да, как люди вот эти думают, что, типа, надо слишком много как-то пахать, чтобы стать каким-то прям супер-пупер, там, богатым. Нет, конечно, надо пахать, но, типа, если у тебя есть сила воли и какие-то навыки, это в целом несложно, вот. Но, типа, а тебе наоборот? Ты такая, хочу быть мамой трех детей, выйти замуж, квартира, ипотека. А жизнь такая, нет, держи тебе денег, вот тебе популярность, на что, о чем там мечтают, дорогие люди, дайте ей вот это, что-то пошло не по плану. И я такая, да ёска, всё не так, не то, что я хочу, почему так? Я помню, что в какой-то момент, я не знаю, было ли это какая-то гормональная перестройка, но вот лет в 17-18 мне прям хотелось выйти замуж и завести детей. То есть, прям вот мне, прям вот сильно, то есть, я тогда была еще в долгих отношениях, и, ну, как бы, всё к этому шло, что вот мы станем совершеннолетними, поженимся, и всё будет у нас в кайф. А потом уже, через какое-то время, ты такой думаешь, слава богу, слава богу, что бог отмел. Да, одумалась. Бог отвел, бог отвел, звучит как-то странно от нас с тобой, мы такие, бог отвел, слава богу. Очень много писали про, типа, ментальное здоровье, вот, ты готова такую тему обсудить? Ну, типа, не то, что, а вообще, как ты к этому относишься? Ну, что вот сейчас очень много людей, да, там, записывают свои, там, видео, как они рассказывают, как они это всё пережили, вот этот опыт, вот, всякое такое. Это очень актуально, потому что буквально вчера и позавчера я два дня снимала видео, которое мы с тобой обсуждали, я не буду пока говорить, потому что я не знаю, оно уже вышло или не вышло, если вышло, то оставлю где-то здесь ссылку. И там как раз я рассказываю о своём ментальном состоянии, и очень забавно то, что я так до сих пор и не определилась, вообще надо это делать или не надо, то есть я уже сняла видео, я полгода думала, и мне полгода не хватило, чтобы разобраться и понять вообще, нужно мне всё-таки это делать или не нужно, потому что это очень такой... Деликатный вопрос. Очень тонкий вопрос, да, и он очень такой личный, то есть это каждый сам про себя должен понять. И вот я даже не о том, что люди подумают, а просто как бы вопросы себе задавала, зачем мне это нужно, да, я вроде как нашла ответы, но тем не менее всё равно сложно, и, знаешь, так как моё ментальное состояние ближе к вечеру ухудшается, но мне кажется, это классик, это почти у всех так, то есть утром я такая просыпаюсь полная сил и желания. Да, сегодня, да, сегодня, это классная идея, я сейчас пойду и сниму, и я иду, такая, подготавливаю камеру, свет, и такая, подхожу к зеркалу, чтобы краситься, и уже там обеденное время, и я такая, ну не знаю, не, ну нормально, да, да, сниму. Уже, знаешь, такие капельки сомнения закрадываются, я такая, накрасилась, такая, ну классно, сажусь при камерой, и такая, не, ну что-то, хочу ли я это снимать, такая, ладно, ну всё уже, свет, макияж, всё, я готова, полдня потратила, всё, я снимаю это видео. И в итоге потом вечером я ложусь спать и такая, зачем я это сделала, я не хочу это выкладывать, я не буду это рассказывать, я не хочу, не буду. Утром потом такая просыпаюсь, классно, пол работы сделала, на сегодня я продолжаю съёмки, и вот так у меня каждый день. И это просто, на самом деле, ужасное состояние, вот эти вот качели, вот, поэтому, ну короче, это в принципе всё, что я могу сказать пока что, потому что готовится большое видео на эту тему, вот, так что передаю тебе слово. У меня, кстати, прикольная вот эта тема с тем, что ты сказала, что типа утром ты бодрая, а вечером типа, ну уже как бы всё, закончилось. У меня, у меня наоборот, я такая, вечером думаю, когда спать ложусь, завтра я проснусь новым человеком. Я сейчас наснимаю столько видео, я просыпаюсь утром и такая, господи, как бы встать хотя бы с к нователям. Вот, и это как бы... Вот у меня всё наоборот. Ну, у нас с тобой разные эти, как типа, ты жаворна, кая-сала, поэтому у меня как раз... Биоритмы, по-моему, это называется. Да-да-да, у меня как раз к вечеру разгоняется, вот я вот всё как бы начинаю, а мне уже спать надо ложиться, ну, как бы, как спать. То есть я... Я в это ещё наоборот. Я преимущественно, вот так, если подумать, записываю видео обычно в период где-то с 10 вечера до 4 часов утра. То есть вот такой у меня ритм. И где-то в 5 утра я ложусь спать. Ну да, то есть... По поводу ментальных всяких штук, у меня к этому... Я вот сейчас скажу, может быть, жёсткую вещь, может быть. Ну, ты-то знаешь, как я к этому отношусь, но, типа, я кое-что для себя в последний момент уловила. Я сейчас не хочу сразу, да, сказать, что я обесцениваю чей-то опыт или ещё что-то. Я считаю, что в целом снимать такие видео важно для репрезентации ментальных проблем. Но в последнее время моё социальное поле, вот моё там ленты, вот это всё, оно прям перенасыщено вот этим. И я стала замечать, что я устаю. То есть у меня у самой есть проблемы, и я начинаю погружаться ещё в проблемы других людей. И мне становится прям тяжело. То есть я сейчас стараюсь себя маленечко от этого ограждать, от этого контента. Но, как бы, это не означает, что его существование это плохо, типа, ни в коем случае. Конечно, я там... Я никому не пишу в комментариях, боже мой, зачем об этом говорить, зачем выносить Сорзис Бэй вот такое. Нет, конечно, я так и не считаю. Но сама я... Ну, я, наверное, слишком сильно прочувствуюсь чужими проблемами. И для меня это прям стресс. То есть вот в последнее время я стала такое замечать. Хотя до этого я особо не замечала. У меня, наоборот, казалось, вау, все делятся своими проблемами. Типа, это так классно. Но сейчас, когда медийное поле этим перенасыщено, и это актуальная тема, я такая... Боже мой, как тяжело жить всем. Ну, это еще, знаешь, это еще проблема в том, что это же твое поле этим перенасыщено, понимаешь? Мое тоже перенасыщено. А есть люди, которые вообще не шарят, что это. У них кроме мемов в инстаграме ничего нет. Они не подписаны на какие-то феминистические, о ментальном здоровье, вот это вот все и так далее. И да, я согласна с тем, что в определенной части интернета этого действительно очень много. Но суть же не только в том, кто выкладывает этот контент, а в том, кто подписывается. Ну, то есть, мне кажется, каждый должен позаботиться о себе и очистить свою ленту от подобных вещей. От вообще от любых вещей, которые тебя напрягают, расстраивают, или на которые у тебя сейчас нет запаса сил каких-то, или что-то такое. Ну, то есть, мне кажется, проблема не в том, что... Контента много. Вот сейчас много... Да, проблема не в том, что много контента о психическом здоровье, а проблема может быть в том, что в твоей жизни его много. Тебе нужно почистить немножко свое окружение, тебе немножко нужно информацию, которую ты получаешь каждый день, почистить. И заменить на что-то другое, отвлекаться и так далее. Ну, то есть, это, мне кажется, такая очень важная забота о себе, не видеть этого постоянно. Если тебя это напрягает, избавься от этого или сократи. Я как бы осознаю, что это только моя проблема, что в этом не виноваты люди, которые этим делятся ни в коем случае. Но просто я из той же, так сказать, я не подписана на новостные паблики, ни на какие, вообще. Мне вот эти новости, где там кто-то где-то сгорел, что-то у кого-то взорвалось, для меня это все так тяжело. И поэтому я не слежу вот за всякими такими новостями. Я их уже слышу, как бы, знаешь, там, ну, от третьих лиц, условно. И поэтому, ну, собственно, да, я сейчас думаю о том, чтобы ограничить свою ленту. Я уже начала потихоньку это делать, но как бы все равно я в целом интересуюсь психологией как таковой. И я в целом погружаюсь в эту тему. И, короче, тяжело просто становится с этим справляться, потому что тебе это интересно, но ты уже понимаешь, что ты от этого устал. Большое спасибо, что смотрели этот подкаст. У меня уже сходит с ума камера и начинает отключаться. И, Тоня, давай прощайся скорее. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, уходите от Даши. Нет! Приходите ко мне. Она рисует нодицы, не приходите туда, блин, звучит как пиар. Ну, а все, всем пока. Да, все ссылки в описании. Пока.